Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Кондрашов. Мне 35 лет. Я видеоблогер, путешественник, предприниматель, инвестор. В прошлом году посетил 31 страну. Мое основное хобби – это подводная охота и путешествия. Меня зовут Максим Алексеев, мне 33 года, живу я в Германии. Занимаюсь продажей недвижимости, предприниматель, путешественник и скоро стану отцом. Мои хобби – подводная охота, рыбалка, путешествия. Ну, все, что меня поднимает с дивана, и я могу расширить свой диапазон и наслаждаться природой. Меня зовут Виталик, фамилия Лахтин, ник Виталик М. Занимаюсь подводной охотой около 16 лет, и последних лет 10 занимаюсь подводной охотой как бизнесом. Меня зовут Рязанцев Игорь, я предприниматель с Урала. Весь мой бизнес связан с околоавтомобильной техникой, и я очень люблю путешествовать. Я посетил более 60 стран, и люблю просто активный образ жизни. Снегоходы, квадроциклы, дайвинг, подводная охота, кайтсерфинг, и все, что касается активного образа жизни, это все мое. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шмаков, мне 46 лет. Я живу в городе Мочегорске, Мурманскую область. Я предприниматель в бизнесе по продаже спортивного питания и снаряжения для подводной охоты, а также фитнес-тренер Мурманского клуба. Мое самое главное хобби жизни, которое со мной уже на протяжении 20 лет, это подводная охота. Я отнырял во многих океанах, пострелил практически всю рыбу вплоть до Марлина. И сейчас осваиваю максимально наш север ближайший, это Норвегия и Кольский полуостров. То есть здесь я практически отнырял во всех более-менее значимых местах, знаю про них все, где какая рыба, когда бывает, какое время для нее, ну и также немножко по крабам. Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Кондрашов, и мы вместе с вами отправляемся в путешествие в одну из самых дорогих стран мира, Норвегию. Нас пятеро друзей из трех стран. Все мы прекрасно умеем отдыхать с деньгами, но в этот раз мы решили потратить как можно меньше денег и получить как можно больше удовольствия. Это выживание в Норвегии. Погнали! Короче, ребят, показываю, как приехал Макс к нам. Выживать, ну-ка, покажи зазински. А-а-а! Так нельзя делать, вот хитрый. Изымаем, таможня. Ну-ка, слушай, давайте-ка я проверю ваши чемоданы, как выживать. Короче, ребят, мы это выкидываем, вот смотрите. Ребят, это хорошее, можно есть, все, поехали. Андрюх, можешь сделать что-то, отъезжаешь, типа. Игорь, ставь сюда, какой понес? Игорь! Куда? Мы выживаем. Да не, на самом деле, ребят, мы приказываемся, мы просто еще в Финляндии, нам еще ехать 600 километров, поэтому ребята взяли, ну как бы, чтобы наесться перед, как это говорится, перед смертью не надышишься, да? Перед Норвегией не наешься. Потихоньку выдвигаемся в сторону Норвежской границы. Ехать-то не наше 600 километров. Ну что? Ребята, разбегаемся давай. Нет. Что за тупые животные, а? Смотри, все пошли. Приехали на первую точку. Здесь будем начинать выживать. Взяли дрон. Сейчас запустим его в воду, посмотрим, есть ли краб. Если есть, то остановимся на этой точке. Ну и будем добывать краба, собственно говоря. Краб Норвегии, это золото, которое можно поменять абсолютно на любую вещь. Ну мы так думаем. Время проверить эту местность на крабов. Для этого мы будем использовать подводный дрон. Макс, на, ты катуху делаешь. Давай, сбегай за ним, поднимай. Давай. Во! Все отлично. Все. Дронишь? Давай, разматывай. Пипец, красота, блин! Чего, чего, проехал? Нет, никак. Это для нас с Андрюхой подарок. Да, это нам. Саня, это для тебя. О, что-то оно началось, да? Поклевка, говорит, есть. Поклев, блин, что-то тебя... Поклевка? Ну его будет видно, четко. Попробуй, затормози, слушай, а то я сейчас с ней вместе. Глубина 1,2 метра. Ну, конечно, там крово не будет. Слушай, а это еще нужно все накатать, все сверху на катушке. Ну что, ребят, глубина оказалась совсем маленькая. Ну хоть протестировали. Да, протестировали. Дрон отлично тут себя показал. Можно не одевать гидрокостюмы. Облегчило жизнь просто на миллион процентов. Давай мы сейчас найдем, где краб все-таки, и тогда уже будем одевать гидрики. Вот такие мы лентяи, ребят. Ну, современные технологии облегчают человеку жизнь. Ну что, ребят, вот первая встреча с норвежцами. Мы выживаем как можем. Нас просто выгнали. Его, эта приватная территория, этого хозяина, не только эта дорога, но и море. Он говорит, там, где типа лошади ходят, там все и мое. Скажи, мы выживаем без денег. И мы позволим заболеть без денег. И нам нужно найти краб, чтобы поесть. И мы не можем найти краб, чтобы было. Потому что мы не можем найти краб. Поэтому мы искали на месте, где мы можем. Возвращение к крабам. Это проблема. Спасибо, спасибо. Я рад вас, что вы делаете. Я хочу вам много фангафолки. Спасибо. что ребята у нас кончился аккумулятор в дроне и поэтому у нас есть виталик виталик тебя сколько аккумуляторов хватает что вика полке я сама на самом деле мы знаем что здесь есть крабы но не на сто процентов уверены поэтому сейчас запускаем одного человека это будет ветер потому что он самый упакованный охотник самый серьезный и я надеюсь он идет крабов хочется есть невозможно ну что друзья на улице градусов 6 вода 10 запускаем ихтиандра под воду так в принципе в прошлый раз было если помните ветер залез нашел клетку с крабами течение пяти минут все остальные были в воде потому что поняли что краб есть так что разведка боем как говорится медиол медиол да красава мне понравились очень андрюхи спасибо андрюха зачем выкинул воняли мнение не воняли свежак да медиолы которые выкинул андрюха до шмаков да нож как это другой вид это не менее это с ними хочет тоже будет андрюхи спец у нас пить его это видите медиолы маленький черный такие прям кладинке всем их или прошла за сушен соус но вот соус шикарно ну ты прямо с ножками с этими со всеми дела витали напоминаю тебе чем вы желаем здесь я понял кормить тебя сегодня здесь никто не будет в общем ребята если вы думаете что у нас не серьезное выживание я вам скажу что еще как серьезно виталия всю ночь собирал мидии варил а утром андрюха их всех выкинул сказал что они раскрылись их уже нельзя типа есть вот так и выживаем мы прибыли на еще одно место вот такая красота здесь будем искать краба без краба не уедем потому что его легко легко поменять во вторых он вкусный прошлый раз мы ели три дня краба и нормально держались и в третьих хочется поснимать посмотреть где он все-таки тут хочется ими подводные съемки сделать показать как краб живет под мой погода меняется каждые несколько минут запустили дрон подводный с максом проверили глубину 20 метров краба нет но много трески и сайды соответственно сейчас переодеваемся и лезем в воду на самом деле дубак такой что не очень хочется лезть хочется у костра посидеть или у печки но главное себя пересилить вперед надо выживать а то так и останемся голодными вот у тебя ружье положил резинку сверху наложиме да гарпун взял под нее до протягиваешь и вставляешь резким движением не тоже дальше укладка смотрели не сбрасывать у тебя с правой стороны значит леска идет с левой охватываем ее смотри внимательно через крючок и прижимаем бишь он как бы является леска прижимым элементом все понял и пошли укладывать нам раз виток до поворот 2 виток и финальный при помощи растягивания амортизатора положили крючок все готово берешь как можно ближе к веревке чтобы тянуться максимально длинная резинка 1 упираем вначале в не желата и резким досылом на 1 зарядный крючок вот этот посылай а потом представляешь на грудь и на 2 сила тягешь дотягиваешь и вот такое чудо мы нашли на севере норвегии камчатских крабов поэтому сегодня наш обед будет доставлять из мяса кончатских крабов друзья краб не крупный но он есть сейчас попробуем взять более достойный трофеев пошел ловодится и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идем готовить Ништяки Продавать сегодня и менять ничего не будем Потому что сами хотим есть безумно Целый день ничего не ели, ныряли Идем готовить Давай вскрывай Нормально тут икры, я только никогда в жизни не видел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы мы не хотели И все люди уехали Поэтому не получается у нас сегодня ничего поменять Ну зато сами наедимся Тогда давай встанем на трассу короче И продавать Давай напишем этот показ Ну что ребят Мы решили выйти на большую дорогу И попытать свое счастье На самом деле это просто эксперимент Вряд ли у нас что-то получится Ну а интересно как это реагируют местные жители И проезжающие машины Ну просто нас погнали с рычагом На что мы сможем поменять Ну это трудовой крап, я вам скажу Не так-то просто его добыть Так-то выгнали с первого места Для этого нужно снаряжение, да И мы две точки обныряли, чтобы его найти Прямо автом, прям автом Все Нихозяк Давай, Андрей, я сейчас поставлю с голым торстом короче Сейчас у тебя все ссовет Андрю! Андрей! Иди сюда! Иди сюда! У нас получается продажа Шапку оставлю, ладно? Шапку оставляй, только нам нужен торст твой У тебя же голова не накачена Как аккуратно унизить, да? Так незаметно, блин Давай, давай, давай Красава, брат Друзья, в нашей компании нашелся профессиональный продавец крабов Протеинов Андрюша, включайся! Андрюх, ты с опытом? Протеин! Протеин! Yes! Кушай! Кушай! В общем, ребят Продать краба не получилось Даже Андрюха со своим супер телом К сожалению, протеин не продается Но Норвегия такая страна, что люди просто не понимают Это у нас, в России, в других странах принято Ну, люди понимают, что что-то может продаваться на дороге Здесь такого нету Здесь нужна лицензия Здесь нужна продажа вообще запрещена Да, здесь запрещена продажа Что мы, собственно говоря, доказали Пойдем дальше выживать Предлагайте ему краба, в ту шарит английский Коми! Where are you from? From Norway Oh, you're from Norway You're local? Yeah If you want to change, you want to change crabs to other food Котов, potatoes, maybe I don't think they do it No? Why? No, no, no No? No I don't think so Говорит, что не думай так, что будут люди здесь меняться продуктами на наших крабах Короче, на Рогетце зажрались крабами Они хотят картошку на королевских крабах менять Капец А как его имя? Моя имя Тура Тура? Да Моя имя Алекс Здорово, познакомиться Максим Он сказал, что у него есть друзья, которые привозят ему краба Они занимаются ловлей И поэтому ему это вообще не особо интересно Его жена, кстати, из Кубы Я не на Кубе с ней познакомился, она здесь живет 12 лет Давай, в другую сторону Не размазывай, просто в другую сторону Поливаем оливковым маслом, просто солью Дело хорошо, давай соль В полевых условиях, да, ребята, поехали За водой Так это же самое кайф, это самое вкусное Ну, пошли, пошли, пошли С пусками Она просто распадает Ребят А ее уже можно есть Она, говорили, готова Она нежная, достаточно быстро С крупной солью посыпанная Свежайшая треска И мы, злодеи, ничего не ели Вот она, рыба моей мечты Вот это тоже нормально? Это вообще классно было Давайте, за удачную За крава, друзья За крава За норвегию За кружку За дружку Ну что, ребят Вот наш ужин сегодняшний Парни, как охота Огонь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!